1 июня в Самаре стартует летняя оздоровительная кампания. О готовности лагерей к новому сезону говорили на еженедельном совещании в городской администрации под руководством главы города Елены Лапушкиной. В этом году для детей откроют в своей двери 8 муниципальных оздоровительных лагерей, 2 стационарных палаточных лагеря, 196 лагерей с дневным пребыванием детей при школах. В загородных лагерях запланировано открытие профильных смен для детей и социально незащищенных семей с особыми возможностями здоровья, детей участников СВО и тех, кто показал высокие результаты в науке, искусстве, спорте. Всего за летний период запланировано принять более 7 тысяч воспитанников. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. Вречение охвата детей, отдохнувших в загородных лагерях, стало возможным благодаря оптимизации длительности смен. В прошлом году у нас смены были 14-дневные, в этом году смены запланированы в основном 12-дневные. И для удобства родителей у нас единый день заезда в лагерь будет в воскресенье. Для того, чтобы родители могли увидеть, в каких условиях будет пребывать ребенок, обойти лагерь, познакомиться. И единый день выезда будет в четверг. Свои двери откроют и два лагеря подведомственных департаменту опеки и попечительства – Волжский Артек и Волжанка. Там будет работать по 4 смены в 21 день. Каждая смена рассчитана на 175 детей. В период подготовки к открытию нового сезона особое внимание противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическому благополучию и антитеррористической защищенности объектов. Антитеррористическая защищенность и укрепленность учреждений соответствуют требованиям законодательства. Учреждение по периметру имеет капитальное ограждение, исключающее свободный доступ людей и проезд автотранспорта. Въезд автотранспортных средств осуществляется под контролем сотрудников охраны. Заключены договора на оказание круглосуточных охранных услуг. Кроме того, на территории детских учреждений здания оборудованы системой видеонаблюдения с выводом видеосигнала на пост охраны. В летний период в городе будет работать программа трудоустройства несовершеннолетних. Традиционно временные вакансии для этих целей открываются на промышленных предприятиях, в государственных и муниципальных учреждениях, общественных организациях. В этом году в летний период планируют трудоустроить более 3000 детей в возрасте от 14 до 18 лет.